Ты знаешь, я сейчас разговариваю, мой подкаст сейчас, я его, сначала я его начал на русском, потом вот вернулся в Канаду, перешел на английский, разговариваю с ребятами из бокса, то есть у меня здесь и медийные личности, и журналисты, и промоутеры, и менеджеры, вот сейчас был менеджер. И со всеми я говорю, потому что, ну, мне, честно, для, как-то для души, что ли, хочется, чтобы наши ребята, да, с постсоветского пространства сюда не просто приезжали, да, и пытались достигнуть успеха, но я хочу также, чтобы была система, как иностранные бойцы наши, да, приезжают сюда, в Америку, чтобы они уже были, чтобы уже был какой-то план для них, потому что вопрос в чем, да, вопрос в том, чтобы это был не просто бокс в плане спорта, да, что немаловажно, но также, чтобы этот был очень знаменитый и такой прям боксер, который, знаешь, который все американцы и мексиканцы, все знают, все прям в восторге от него, да, то есть это промоушен. Ты часто думаешь вообще про тему промоушена, про тему того, как сделать так, чтобы люди тебя заметили, не просто как бойца, но так же как и личность, как что-то, как в Америке говорят, прекрасное ТВ, да, Great TV. Ну, если честно, я за это вообще не думаю, потому что вот я думаю, ну, за тренировки, за бой, за бокс, вот, вот мое дело, как бы, боксировать. И, как бы, дело промоушена, мне кажется, это более, как бы, менеджер должен делать промоутер, это ихняя работа. Моя работа, вот, хорошо тренироваться, хорошо выглядеть в ринге, ну, или хорошо себя показывать в ринге, показывать хорошие бои, то есть это моя работа. Я более сконтрирован на этом. Я вот много отдаюсь вот тренировкам, много отдаюсь физической работе, вот, в плане бокса. То есть я стараюсь вообще на 99% отдаваться вот в бокс, вот в эту вот работу. То есть так вот, я за это сейчас вообще не думаю. И, ну, на самом деле, как раз таки поэтому ты становишься все больше и больше популярным, потому что то, что от тебя зависит, а именно работа в ринге, ты показываешь, как в Америке любят, говорят, мексиканский стиль, что просто в переводе значит, что ты реально идешь вперед, что ты идешь напором, что ты давишь своего соперника, да, и это является таким зрелищным боем. Я был на нескольких твоих боях, и то есть они реально дают такой заряд, шоу, потому что я приводил своих коллег, мы работали в офисе, да, там, бухгалтерский учет, я их приводил, говорю, вот, смотрите, это бокс, первый раз в жизни они на бокс пришли. И ты как раз таки выступал на мейн-карте, да, то есть ты там, ну, ни один твой бой не закончился решением, все были в нокауте или в технических нокаутах, то есть и люди реально на тебя смотрели, и они влюблялись в сам спорт сам по себе, то есть ты, по сути, являешься... Я это слышу. Да, здесь я тебе серьезно говорю, без всяких там, то есть они реально вообще были вообще, ну, они офигели, что ты там просто укладываешь людей вот так вот, то есть, да, в этом плане, конечно, ты красавчик на самом деле. Спасибо. Такой вопрос к тебе. Что тебе больше всего не нравится в боксе? Ты сейчас приехал, в том плане, не то, что в спорте, да, а вот именно в бизнесе, в индустрии. Ты приехал в США, в США вещи делаются по-другому, в США другие люди, в США другие устои, да, то есть как ты разговариваешь с людьми, все дела. Есть ли что-то у тебя такое, что ты такой думаешь, ах, блин, вот эта тема меня бесит, честно говоря? В плане бизнеса бокс ты имеешь в виду или... Ну да, я имею в виду именно просто какой-то промоушен, либо как устраиваются бои, либо как надо договариваться между другими бизнесами. Ну я понял, я имею в виду бизнес, как в боксах бизнес. Ну если тебе все устраивает, то тоже имеет существовать право. Знаешь, мне нравится, есть просто случаи, где кидают, вот менеджер там кидает, боксер кидает менеджер. Слава богу, вот у меня такого не было. Мне повезло вот с промоутером, там хороший промоутер, знаешь, он четко, вот что вот с ним хорошо, он человек-слово. Он выполняет свои обязательства как нужно. Он сказал так, 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 все. У меня с ним никогда не было вопросов, чтобы там где-то он на чем-то мне кинул, знаешь. Он сказал, что бой будет тогда-то, тогда-то ты готов, мы договорились, все четко. Он сделал бой, заплатил все так, как вот по контракту, вот у нас все четко, все по контракту, нигде мне ничего не кинул, знаешь. Вот это мне нравится. Бывает где-то кто-то кого-то кидает в бокс, вот это вот мне нравится. В основном такого вот с Томома не повезло, что с промоутером делается все четко по боям. Есть просто боксеры сидят на базах, там годами, и вот им бои не делают. Или там подводят их плохо, знаешь, или они там делают бои на какие-то такие, что они там в рейтингах не могут выйти, там проводят бои, а в рейтинге не подскакивают, знаешь. Да-да-да. Вот мне на этом плане повезло очень. Да, ты в рейтингах стоишь полностью уже классно. Да, в рейтингах меня подвели грамотно, по чуть-чуть, знаешь, меня не кидали сразу под танки. И меня так по чуть-чуть, по чуть-чуть грамотно подвели, хорошо завели в рейтинге. То есть, ну, это все очень классно. Четко вообще. Это очень классно. Да-да-да. Слушай, ты сейчас у тебя супер-велтер 154. Люди, насколько ты, ты неоднократно говорил в прессе, что ты хочешь стать твоей главной цель сейчас, стать абсолютным чемпионом своей весовой категории. Извиняюсь, да. Это все еще является твоей целью, или ты уже начинаешь задумываться, это все еще твоя цель, да? То есть, ты 100% все еще туда идешь в этой весовой категории. Я хочу стать абсолютным чемпионом мира в этой категории. Но, возможно, будет такое, что если я планирую стать чемпионом мира точно, ну, абсолютным я хотел стать еще, но это зависит от моей весовой категории, как будет с весом. Если я почувствую, что мне тяжело делать вес... С этого вопроса, да. Думаешь ли ты подниматься? Мы поднимемся, да. Я не буду через силу этот, потому что я выиграю свои бои за счет физики, за счет напора, а если я начну делать много веса, у меня не будет той силы, у меня не будет того удара, знаешь, если я буду много веса гонять. У меня будет усталость, и это не есть хорошо. Да, да. Если я почувствую, что с весом проблема, я буду подниматься выше. Немного такой разжеванный вопрос, потому что я знаю, боксеры не любят говорить о других боксерах. Джермел Чарла. В твоей высокой категории является сейчас чемпионом по версии WBC. Что ты думаешь? Ты следишь за его боями вообще? Как ты проводишь ли какой-то анализ вообще? И за другими ребятами, которые тоже являются в рейтинге WBC? Как ты отслеживаешь их? Ну, вот если честно, мне, чтобы человеке что-то думать, что-то говорить, мне нужно с ним встретиться в ринге. Нужно почувствовать его силу удара, его скорость, как он себя ведет, насколько он крепкий, вот его поджать, ударить, как он себя ведет в этом, то есть дать ему темп, как он себя ведет за счет физики, то есть насколько он готов. То есть атак я не могу говорить, просто посмотреть и говорить я не могу, потому что много таких случаев, что, надо сказать, выглядит человек по-одному, боксирует с ним по-другому. Я знаю такие случаи, что вот три боксера, они могут выигрывать по кругу друг к другу. Вот, например, я могу этому выиграть, второму проиграть, а они потом вообще по-другому отбоксируют. Тут тоже такая, знаешь, ситуация. Тут зависит от стиля, зависит... Вот может такое быть, что вот одного я могу чемпиона выигрывать, а выйти с каким-то, знаешь, простым пацаном и провести такой ужасный бой, вообще там чуть ли не равный, знаешь. То есть, ну, здесь бокс, здесь так бы как бы просто смотреть со стороны и что-то гадать, это там очень тяжело. Мне, чтобы что-то за человека говорить, мне нужно его почувствовать в ринге, побоксировать с ним. То есть, ну, а так я не могу говорить что-то. Ну, сейчас, если, если, ну, так получится, что мы будем боксировать, я только за, я только рад побоксировать. Да, ты готов? Я люблю драться, для меня это приносит удовольствие, ты любишь драться. Но все должно быть вовремя, знаешь, тоже рассказывать, что вот я там готов там побить всех, нет, все должно быть вовремя. Вот по мне сейчас как делают, это все делают классно. Меня подводят грамотно, делают все. Ты доволен? Да, да, я доволен этим, что вот по чуть-чуть все так подводят, делают грамотно. Нет такого, что вот бросили, выиграл, не выиграл, выиграл, молодец, не выиграл, не до свидания, знаешь. Ну, такого не должно быть. А вот как грамотно подвести, четко сделать, мне кажется, еще бой два, и я готов, ну, пусть два-три боя, я готов уже драться с Чарла. Если он тогда будет еще чемпионом, потому что там у меня весит, что так меняется. Ну, кто его знает, да. Слушай, такой вопрос, ты не просто непобедимый сейчас, да, то есть прям рекорд такой 17-0, да, у тебя еще 17 нокаутов, то есть 100% у тебя все бои заканчивались нокаутами. Я сейчас смотрю в украинской прессе, твое фото ставят на, как бы в центре, да, сзади тебя братья Кличко, то есть тебе как... Ну, знаешь, для меня это как бы смешно. Я вот, я про это хочу тебя спросить. На данный момент меня равняют с братьями Кличко, ну, то есть это как бы смешно, потому что они, это легенды. Они люди, которые боксировали с хорошими, они выиграли очень хороших людей. Я еще, если честно, с такими там звездами ни с кем не боксировал в профессиональном боксе. То есть меня еще равняют с Кличками, там, с гвоздиками, с усиками еще рано. Когда действительно я уже проведу пару хороших боев с хорошими боксерами, и сильно выиграю, тогда уже будет можно равнять, но сейчас меня еще равняют с ними рано. Ну, вопрос не в этом, на самом деле. Вопрос в том, что чувствуешь ли ты давление, что люди на тебя смотрят и видят в тебе такую надежду, да? То есть, например, тот же самый нокаут стрейк, да, стрейк. То есть вот это, все это 17 нокаутов. Как-то до тебя это давит? Либо, если, например, твой бой закончится решением, ты в азарте сейчас в этом или нет? Я стараюсь себе это в голову не вбивать, я стараюсь себя просто нормально вести, просто боксировать. Потому что если я вобью в голову, что там люди ждут у меня нокаута, в это я пойду на бой, я начну гнаться за нокаутом, а это очень плохо. Начнешь гнаться за нокаутом, где-то напряжешься, и навстречу можно пропустить. И устать можно быстро, потом получить, знаешь, здесь так нельзя делать. Я просто выхожу, боксирую, а там уже, ну, получится ударить, получится, нет, нет. Или по супернику чувствовать, если он уже там ломается, да, тогда можно уже ударить, добить, знаешь. Но вначале лезть, это кидаться, бить. У меня было такое, по-моему, это когда мы с тобой познакомились, в Hollywood Fight Nights, у меня был бой с этим, с американцем. Люшес, по-моему, его звали, он с Комптона, чувак. Да, 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 да. Я тоже не помню точно. И вы что-то там друг друга, короче. Да, 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 у меня с ним было такое, и тогда и боксировали. А перед этим, перед этим он выиграл нашего пацана с Украины, хорошего тоже, там Зубенко Олега. Ну, он солидный боксер, на самом деле, про него все говорят. Там Зубенко Олег был хороший пацан, его вели, он, по-моему, 3-0, у него был рекорд, и с этим тоже Льюисом ему сделали бой, и этот его перевернул очень сильно нашу украинцу. И тот после этого завязал вообще с боксом. Пропал вообще. Он его сильно очень... Там так упал, посмотри, этот Льюис Зубенко, там очень бой такой, он очень сильно упал, и после этого пацан завязал с боксом и пропал. Это было до этого, как я с ним миксировал. Я этот бой видел, я это все... Я знал, что это бьющий такой, знаешь. И у меня вот с ним бой тогда был. Я вот попал, и я за ним поломился добивать, знаешь, и он тоже где-то отмахнулся. На самом деле, ты его поставил в нокдаун, он на канату упал, могли бы, конечно, засчитать, как нокдаун еще до этого, но Веронев не засчитал. Не-не-не, а там какой случай был, знаешь, я попал, и... Я попал, и за ним он ломнулся как бы добивать, и... Ну, там я вот тот момент, я смутно помню, но мне кажется, как мы и что, иногда он на ней был. Я просто на ногах там не удержался, он просто отмахнулся, и как-то лкнул. Но там было такое, что я ему ударил, и он мне... Да, это был такой интересный случай. И вот я подорвался, и ему сразу, и что мне тогда не подорвалось, что Рэффи начали с счетами. Да-да, нет, я говорю... Он ушел... Да-да. Вот к чему я веду, что вот в том случае, что я себя повел, знаешь, что я попал, иначе кто-то за ним поломился добивать, тогда вот неграмотно сделать. Сейчас стараюсь такие выпуски не делать. Даже если попал, где-то перекрыться, посмотреть, что как, знаешь. То есть, если видишь уже, что можешь, тогда да, но если не уверен, что он сильно плыл, добивать, лезть, можно пропустить навстречу. Это бог... Ну, по сути, да. По сути, это, мне кажется, вообще был прекрасный урок. Очень прекрасный. У меня еще урок... Немного уроков. Немного таких уроков. У меня мой девятный бой. Меня боксировал с пацаном. У него рекорд 8-2. То есть, у него 8 тогда, 8 поражений было, 2 выигрыша, но он такой опытный уже. У него бои были, знаешь. Опытный такой пацан. Я с ним максимировал дебютный бой, я тоже расслабился. Ну, знаешь, такой руки опустил из-под жопы. Мне как дал, короче, если честно, это поплыл. Вроде не сильно очень пацан, так из-под жопы как дал. Я думаю, ой-ой-ой, не, не надо руки опускать. Собрался, ручки поднял, знаешь. И тогда тоже для меня очень большой урок был, что неважно, кто это? Ну, это боксер. Да, да, не спать, не спать. Многие говорят, что вот мешки там или еще. Ну, какие мешки? Это те люди, которые занимаются боксом. Это боксер. Это человек, который может ударить. Неважно, какой он боксер, хороший, плохой. Это человек, который может ударить. Он может махнуть под жопы так, чтобы... Тем более, в этих перчатках, я когда вот дебютный бой у меня тоже был, я когда одел эти перчатки 8-минцовые, я считаю, в 147 паундах начинал, 8-минцовые перчатки одел. Ты когда думаешь, какая у меня первая мысля была? Тяжелая? Нет. У меня первая мысля была, я встал на лапу, у меня первая мысля была, как в них не поломать руки? Они такие жесткие, у них такие жесткие удары. Я вот по лапам начал бить, они такие именно... Очень жесткие. Очень жесткие тогда. Очень жесткие. А ты представь, как они по голове ими бьешь. Ну да. Очень сильные у них удары. И здесь даже в каких перчатках может ударить любой. Тем более, когда в начале, когда все еще свежие, можно любой махнуть. Просто на фар где-то с поджопы махнуть и попасть. То есть здесь надо очень внимательно быть. Для меня еще это был очень большой урок, чтобы кто бы там не стоял перед тобой. То есть это люди, человек-боксер в жестких перчатках, которые может ударить. Так что нужно очень внимательно быть.